И еще о событиях в мире. Президент Сербии Александр Вучич заявил о так называемом плане практического разоружения. Власти хотят в разы сократить число разрешений на пистолеты и автоматы. Такие меры решили принять после двух недавних чрезвычайных происшествий. 3 мая семиклассник в Белграде открыл стрельбу в школе и убил 10 человек. 4 мая стрельба произошла в деревне Дубона. Погибли 8 человек, еще 13 получили ранения. Мораторий на выдачу разрешения на ношение и хранение огнестрельного оружия будет введен на 2 года. Эти преступления были направлены не только против тех, кто был на месте происшествия, но и против всей нашей страны. Теперь штрафы на незаконное владение оружием будут суровее. Также будут введены ежегодные экзамены для владельцев оружия, которые будут включать медицинское, психиатрическое и психологическое свидетельствование. Отмечу ранее, аналогичный документ принял президент США Джо Байден. Он подписал указ об ужесточении и проверке персональных данных покупателей оружия. В Белом доме также заявили, что окажут всю необходимую правовую поддержку государствам, которые ужесточают контроль за оружием. Например, запрещают его продажу лицам судимостью. По данным неправительственных организаций, за первые два месяца этого года в Соединенных Штатах огнестрельное оружие стало причиной гибели почти 3000 человек.